Телезащитник Алексей Князев Телезащитник Алексей Князев Телезащитник Алексей Князев Телезащитник Алексей Князев Они могут спать где? На кухне или в прихожек? Поэтому ее, вот так, как говорят, в натуре не разделить, как кусок сыра. Единственное, что можно им определиться, как пользоваться этой квартирой. А пользоваться этой квартирой они могут именно по взаимному согласию. Это получается, лирически тоже нужно оформлять, нотариально, или вот сразу же договориться можно? Ну, они могут, конечно, если у них нет особых разногласий, решить, как они будут пользоваться этой квартирой. Конечно, по общему правилу, это пользование должно быть более-менее равномерным, то есть равнозначным. Если у каждого из них треть, то, вероятно, каждый из них примерно на треть должен пользоваться этой квартирой. Как это реально реализовать, наверное, очень сложно. В конце концов, они столкнутся с ситуацией, когда кто-то будет считать, что он более обижен в пользовании, кто-то будет пользоваться чаще, будет решать, как платить за это жилье, в каких долях. И, конечно, так как они являются равноправными собственниками, то и платить они должны будут соответствующих долях. То есть в данном случае каждый должен будет нести свои расходы, это в размере третий. Я им могу только одно посоветовать. Конечно, заранее определиться, то, как они будут пользоваться. Если они предполагают, что в будущем возможны споры, то то, как этим пользоваться, пользоваться этой квартирой, можно закрепить и взаимным соглашением. Ну, а дальше, конечно, решать судьбу. Не могут совместно существовать, то лучше совместно принять решение о продаже этой квартиры. Деньги делить на три части гораздо проще. Все, понятно. К следующей ситуации. И, между прочим, у нас есть как раз-таки аудиозвонок. Предлагаю послушать то, что нам сообщили телезрители. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я живу в Куркировском районе. Собираюсь вместе с сестрой переезжать в Цептывкар. Хотим купить однокомнатную квартиру. У меня вопрос, как правильно оформить документы, чтобы в дальнейшем у нас с сестрой не возникло никаких проблем. На самом деле, это очень хорошо, что сельские жители могут себе позволить купить недвижимость в Цептывкаре. Но действительно возникает вопрос, каким образом оформить документы, так, чтобы обе сестры были довольны сделкой. Дело в том, что, как мы видим, этот вопрос напрямую связан с первым. Очень схожая ситуация. Две сестры покупают квартиру. Ну, очевидно, что правильно, что они задумываются об этом до того, как заключили сделку. Ну, например, сегодня они две сестры, две большие подруги, а завтра одна захочет перевести молодого человека, вторая захочет провести вечеринку со своими друзьями. И уже возникнет вопрос, как им решать эти вопросы. Хорошо, вот это бытовое все тоже сразу заключение, какой-то договор заключать или как? Ведь предусмотреть все невозможно. Предусмотреть все невозможно. Но можно договориться о порядке, как они будут решать эти проблемы. Ведь никто не запрещает им сразу решить, что, скажем, каждое отчетное, там, я не знаю, воскресенье, это... Это мой день, а это твой день. А это твой день, значит, в этот день мы... Конечно, да. И никто не мешает там отклоняться от этого графика. Но чтобы это было по взаимному соглашению, самое главное, что пользование жильем, которое будет принадлежать им в равных долях, точно так же и судьба этого имущества, и порядок пользования должен определяться взаимным соглашением. Если они его не достигнут, конечно, они могут прийти в суд. Есть и такой порядок. И суд может определить порядок пользования. Может быть, он разграничит по времени. Ну, конечно, с жильем, когда всего одна комната, да, конечно, живите в одной комнате, это маловероятно, это сложно. Скорее всего, время будет разведено по времени они, когда кто пользуется этой квартирой. Я еще хочу им посоветовать, ведь они еще на стадии только приобретения жилья. Да, да, да. Вот здесь ключевой момент, конечно. Они могут взять на себя смелость проверить всю сделку сами. Конечно, пожалуйста, посмотрите, заключаете ли сделку со собственником, действительно ли эта квартира зарегистрирована за тем лицом, которое вам продает. Посмотрите на оригинал свидетельства, на паспорт продавца и так далее. То есть вопросов очень много. За одну программу мы не обсудим все вопросы, тем более очень много юридических споров на эту тему, бытовых споров. И проблему двух сестер решить вот так моментально невозможно. Самое главное, чтобы они заранее определились в порядке пользования, о том, в каких долях они приобретают, и, может быть, заранее решили, где и через какую рейлторскую контору, или каким юристам обратятся для сопровождения сделки. Уважаемые телезрители, если есть у вас конкретные ситуации, которые хотелось бы прояснить как раз-таки в нашей студии, отправляйте письма, адреса будут в конце программы, есть также автоответчик нашей редакции 469049, ну и работает чат. Кстати, из чата я хочу еще один вопрос задать. Михаил, кстати, всегда хотел узнать, что же такое, вообще есть разница между адвокатом, юристом и юрист-консультом? Да, кстати, хороший вопрос. Понравился он мне. Да, ну, конечно, терминов очень много, которые обозначают профессиональных юристов. Сразу оговоримся, юрист – это не профессия, это, скорее всего, то образование, или тот навык, который человек приобретает. Ну, потому что юристом можно назвать, ну, не можно, а юристом является, например, прокурор, юристом является следователь, люди, с которых требуется наличие высшего юридического образования для занятия той или иной должности, занятия той или иной профессией. А остальные не требуют высшего образования? Что же касается адвокатов, то это специфическая категория людей, которые, юристов, скажем так, которые, в отличие от других юристов, должны сдать квалификационный экзамен и стать членом реестра, членом адвокатской той или иной адвокатской палаты, быть включенными в реестр. По большому счету для обывателя это может ничего не означать. То есть можно прийти в юридическую фирму, получить консультацию у юриста, который придет в суд, защитит интересы, высудит квартиру, а можно прийти к адвокату и получить те же самые услуги. На сегодня российское законодательство построено так, что у адвокатов есть некая монополия на отдельные виды услуг, но с которыми сталкиваются, слава богу, далеко не все. Это оказание услуг, оказание помощи в уголовном процессе, по уголовным делам. То есть оказание услуг как раз-таки по уголовным делам имеет право только адвокаты? Конечно, есть исключения и по уголовным делам, но по общему правилу, конечно, допуск защитника это все-таки по допуску адвоката. И помощь считается оказанной квалифицированно по общему правилу именно тогда, когда в уголовном деле помощь оказал адвокат. Но это не означает, что адвокат, конкретный адвокат и конкретный юрист, можно как-то их взвесить в части их уровня знаний. Конечно, в жизни может получиться так, что профессиональный юрист владеет проблемой или темой гораздо лучше, чем адвокат, который вроде бы сдал квалификационный экзамен. Да, ну нельзя знать все. Конечно, люди отличаются и специализацией, и тем, чем они интересуются, той тематикой, которой занимаются. А, кстати, в твоем вопросе звучало еще и термин юрисконсульт. Юрисконсульт, кстати, да. Юрисконсульт, как правило, называют людей, которые работают по контракту или работают на иных каких-то условиях внутри компании. То есть обеспечивают интересы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, работая, так скажем, на рабочем месте. То есть это некий термин такой, который включает в себя юристов, работающих в штатах. Как правило, понимается под этим юрисконсульт. То есть юрисконсульт компании, как некая должность внутри юридического лица, внутри штатного расписания. Вот, кстати, совсем-совсем недавно, буквально попалось мне такое письмо, сейчас не помню, кто писал, но смысл был таков. Женщине были оказаны некачественно услуги как раз-таки адвокатам, и она хотела предостеречь других жителей, других граждан, чтобы они не воспользовались его услугами. Вообще есть черный список адвокатов, где его можно посмотреть? Ну, что касается черных списков, конечно, никто не мешает, любому гражданину, любой организации общественной начать вести, не знаю, черный список парикмахерских, жаловаться на некачественные услуги адвокатов. Пожалуйста, только не следует забывать, что любая информация, которая начинает распространяться, будет опубликована и станет доступной общественности, это конкретная официальная позиция, это не только мнение, это может быть информация о фактах, и если это будут поручащие сведения, то надо иметь смелость, в случае, если это не достоверная информация, отвечать за свои слова. И в суде в том числе. Ну, и поэтому, если адвокат оказал некачественные услуги, то, вот, кстати, в отличие от других юристов, у адвокатского сообщества есть специальный порядок. То есть можно обратиться в адвокатскую палату, и это будет отдельное дисциплинарное разбирательство в отношении адвоката, и если факты подтвердятся, то вплоть до крайней меры в отношении адвоката, это лишение статуса адвоката, да, лишение статуса адвоката, то есть это то, что человек, если некачественно окажет услуги, он очень грубо нарушит адвокатскую профессиональную этику или нормы, свои обязательства перед клиентом, он может быть лишен статуса адвоката. И, кстати, такие случаи достаточно редки, но они имеют место, в том числе и в республике Коми. Замечательно. Три вопроса мы сегодня планировали, мы на них ответили. Если, забегая вперед, сказать, о чем мы поговорим в следующий раз, чтобы телезрители сориентировались и смогли прислать какие-то вопросы, как раз-таки в дополнение, возможно, и на чат нашей программы. Ну, Лен, ты же знаешь, мы вопросы, тематику формируем как раз по тому, с каким вопросом люди обратятся. Хорошо, тогда по несовершеннолетним есть много вопросов. Да, сегодня есть много вопросов по несовершеннолетним, по то, какие сделки можно заключать, когда у них наступает ответственность. Вот, наверное, с этими вопросами мы будем разбираться в следующий раз, постараемся ответить как можно более подробно, обобщить многие некоторые вопросы, чтобы как можно большему числу людей это было полезно. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Увидимся ровно через неделю. Вся контактная информация у вас на экране. С вами был телезащитник Алексей Князев и я, Елена Шумилова. До встречи. До новых встреч. До свидания. Спонсор показа – Елатомский приборный завод. Телефон горячей линии 8 800 200 01 13.